Процессы, планы, много-много вязаных образцов сегодня в этом видео. Добро пожаловать в вязальный влог. Всем привет! Меня зовут Анастасия и добро пожаловать на YouTube-канал Рукотворная Ру, который посвящен самым коротким и полезным мастер-классам по вязанию крючком и спицами. И здесь еще много информации на околовязальные темы. Сегодня снова выпуск вязального влога. Покажу мои процессы, расскажу о планах, покажу много-много вязаных образцов. Обязательно покажу, как я уже переделываю платье. Это платье Туника, про которое вы мне много-много советов писали, как мне сделать так, чтобы швы на плечах состыковались более удачно, чем у меня получалось. Еще покажу кардиган из хлопка и то, как я бьюсь над рафией. Ну а у меня тем временем есть такая стопка вязаных фрагментов. Я связала 6 таких образцов. И это будущие заготовки для мастер-класса по тому, как я выполняю различные виды швов. Я решила сделать видео с моими такими фаворитами по поводу швов. С одной стороны, я решила не прятать здесь края нитей. И расскажу, кстати, в этом видео про швы, почему я так делаю. Меня многие об этом просили, показать швы, какие я выполняю, какие мне больше всего нравятся. И я сделаю обязательно такое видео. У меня уже были видео по отдельным видам швов, но я решила все-таки сделать видео такое с фаворитами. Мне кажется, это будет очень хорошая и полезная информация для всех, кто или осваивает вязание, или хочет подытожить все, что он знает вообще о том, как вязать. И еще очень-очень быстро покажу, как я и говорила, что я решила с платьем. Это уже окончательный вариант. Одно плечо я сделаю. То есть здесь стыки идут все хорошо. То есть здесь чередование трех изнаночных и лицевых. Далее я все же распустила фрагменты с нестыкующимися изнаночными дорожками. И сделала просто лицевую гладь. И она в некоторых моментах переходит в дорожки из изнаночных петель. И мне кажется, в принципе, ничего особенного в этом нет. Все-таки немного видно вот эти распущенные фрагменты, протяжки между петлями. Но я думаю, это все будет лучше после того, как будет проведена влажно-тепловая обработка. Причем я заметила, что некоторые фрагменты, где наиболее заметны вот эти протяжки, здесь я думала, что мне быстрее будет вязать с помощью спиц. Я брала две чулочные спицы и вязала спицами без крючка. И получается, что одна петля как-то растягивается и гуляет. Причем она обычно была у меня последняя в ряду из этих трех петель. То есть вот спицами я вообще теперь не рекомендую так делать, только крючком. А самые аккуратные фрагменты, где практически ничего не видно, это как раз было все связано именно с помощью крючка. И сейчас я покажу на втором плече, как я это делаю. Итак, здесь уже с одной стороны я полностью практически распустила и начала создавать лицевую гладь с помощью крючка. И здесь все, в принципе, очень хорошо выглядит. Сейчас еще поближе покажу. То есть вот этот фрагмент, все, что выше вот этих изнаночных петель, это я уже делала крючком. И здесь я буду сейчас распускать. Хочу вам показать, как я распускаю такие небольшие фрагменты. Мне кажется, это удобнее делать именно спицей. То есть вы аккуратно протыкаете полотно и вытягиваете петлю. Если делать это на весу, и хотя я уже много распустила, у меня, честно говоря, даже немного шея уже болит в таком неподвижном положении, я делаю иногда это вот так на весу. Хотя, вы знаете, вот сейчас я так устроилась в горизонтальном положении, это, в принципе, тоже удобно. То есть, в принципе, я сейчас вообще очень рада поменять свое местоположение, что я хотя бы как-то сдвинулась с какой-то точки, где я это уже делала. И все-таки такое время затратное мероприятие. Здесь петли могут немного путаться. Потому что все-таки вещь эта пролежала довольно долго. И вот, по сути, мне нужно дойти вот до этого маркера, который в самом низу. То есть я здесь этот фрагмент отметила, потому что в предыдущий раз, когда я его так распускала, я немного увлеклась и распустила лишнего. Ну, и мне кажется, что хорошо, если этот фрагмент распущенный немного даже полежит, чтобы нитью чуть-чуть распрямились здесь. Все равно вот эта буклированность, конечно, есть. Если пару месяцев, допустим, какое-то изделие у вас пролежало, это, конечно, от пряжи зависит, но может немного быть такое, условно говоря, кудрявое. И здесь я вот уже практически дошла до того момента, где мне нужно аккуратно подхватить эти петли. Ну что, миссия выполнена. Дошла до маркера. И здесь получается у меня такое симметричное начало. Здесь будет лицевая гладь и здесь сплошная лицевая гладь. Ну, еще все-таки покажу, как я в итоге все это делаю. То есть я обычно подхватываю вот эту нить, на которую все будет перенесено. Беру крючок, вытаскиваю его из полотна, придерживаю две петли пальцем. Беру эту нить, которую я держу левой рукой, и захватываю петли. Мне кажется, здесь при вязании крючком, именно в формировании петель, помогает то, что крючок направляет их как бы вверх. И таким образом петля формируется в таком правильном варианте. И таких протяжек не остается, как при вязании спицами. Сами спицы довольно длинные, даже если вы берете чулочные. Но все равно миссия будет выполнена, и я все доделаю в ближайшее время. Уже не терпится, честно говоря, отправить в стирку это платье. Если вообще посчитать, сколько я его вяжу, это невероятное количество времени. Конечно, само вязание занимало не 6-8 месяцев, но долго. Летом мне вообще было трудно вязать. Я говорила, что довольно теплая пряжа, все-таки меринос и кашемир. Поэтому на лето я вообще такой перерыв устраивала. Я практически к лету все и довязала, доделала. И уже на финальном участке, когда я заметила, что не стыкуются петли на плече, пришлось изобретать какой-то велосипед, думать, что тут сделать. И я очень благодарна зрителям, всем тем, кто смотрит видео. Спасибо вам большое, сколько вы мне вариантов предложили. И, конечно, у меня был такой усиленный мозговой штурм. Я вам очень благодарна, спасибо. Вы мне помогли в итоге принять правильное решение. У меня, конечно, главная цель была, чтобы распускать хотя бы не очень много. Слушайте, хорошо, все ровно. Поэтому, конечно, идеально, если вы с первого раза связали все как нужно. Но если уж нужно переделать, ничего в этом такого нет. Распускайте и делайте, чтобы было все хорошо. Так, как вам нравится. Ну что, прямой эфир завершился. Очень интересная была беседа. У меня тут даже, кстати, в конце сам спрашивают. Вот Варвара пишет, в каких магазинах пряжу покупаете? Расскажите. Может быть, даже видео, что ли, об этом сделать отдельное? Потому что я покупаю вообще очень мало. Или даже смысла нет об этом рассказывать, не знаю. Я не покупаю в промышленных масштабах, довольно мало. И чаще всего заказываю через интернет. Так, вот Людмилу здесь комментарии я не прочитала. Интернет завис, да? Хорошо. Очень рада была с вами со всеми пообщаться. Спасибо большое, что приходите на эфиры. А тем временем видео обрабатывается. Мы с вами больше часа общались. Это так здорово. И столько комментариев вы мне написали. И еще, что интересно, каждый раз на прямых эфирах вы мне пишите очень много разных идей, что я могу сделать новые видео. Ну, а так вот вы меня видели на прямом эфире. Это программа ОБС, с помощью которой я веду трансляции. И пока меня все устраивает. У меня даже сейчас в последнее время со звуком никаких проблем нет, что вообще удивительно. Я обычно всегда готовлюсь к прямым эфирам очень тщательно. Я пишу план. И, в принципе, это целый такой план для даже отдельного видео. И, возможно, все-таки я сделаю отдельное видео, например, о катышках, о пеленговке пряжи. То есть, почему это все так происходит. Я обычно делаю слайды к прямым эфирам. Поэтому для меня тоже очень важно, что вы все приходите и помогаете мне с какими-то новыми идеями. И здесь вот даже у меня написано несколько тем для следующих видео. Это все мне на стриме попросили об этом. И еще говорили про какую-то загадочную пивную варежку. Ну, сейчас посмотрю как раз в интернете. Итак, на стриме речь шла тоже как раз. Меня спрашивали, собираюсь ли я связать какую-то пивную варежку. И сейчас я как раз зашла и посмотрела, что это такое. Мне там уже в чате писали, что это нечто забавное и хороший подарок для мужчин. И что же я вижу, когда я зашла в поиск в интернете? Это получаются такие штуки для того, чтобы держать пивную кружку или пивную бутылку. Я, честно говоря, удивлена и мой мир теперь не будет прежним. Очень необычная штука. Есть даже вот такие варежки с таким кармашком. Как бы очень необычно. Я немного в замешательстве, потому что алкоголю я особого внимания вообще в принципе не уделяю. Такую штуку я вязать, скорее всего, не буду. Ну, а вы, если у вас есть такая необходимость, потребность, можете связать нечто подобное. Конечно, эта вещь такая в большей степени как сувенир. Она ни для чего, я думаю, не пригодится. Кроме того, как подарить какую-то забавную вещь мужчине, например, если он любитель пива. Для меня, конечно, остается загадкой, как можно на таком морозе, что вы не можете держать бутылку голыми руками, пить какие-то холодные напитки типа пива. Это загадочно. И в чате мне на стриме писали, что можно этой варежкой держать, например, мороженое. Но я тоже не представляю, что я буду есть мороженое, например, на морозе, зимой, на улице. Поэтому, мне кажется, мне эта вещь не особенно пригодится. Но если вам такая идея кажется интересной, то посмотрите запрос в Яндексе пивная варежка. Еще у меня есть вот такой микрокардиган из такой плотной пряжи. Это кукольная вещь. Мне остается добавить только вот такой поясок. И, возможно, сейчас-то я этим и займусь. Обычно всегда на самые такие микроскопические детали времени бывает и не хватает. Эта вещь у меня для куклы одной маленькой девочки, которую я подарю ей, наверное, в ближайшее время. Мне кажется, это вообще хорошо, когда дети делают что-то своими руками. То есть, получается, что это какая-то маленькая копия вещи, которую в будущем ребенок может связать самому себе. Я даже по своему детству вспоминаю, сколько у меня было там этих мешков с одежкой для кукол. Получается, там моя мама, например, вязала нам с сестрами, а мы уже все сами вязали своим куклам одежки и шили тоже. Это помогает вообще отработать маленькие какие-то нюансы приемов, которые вы в будущем сможете использовать для того, чтобы что-то связать с себе. И я всегда не против того, чтобы на маленьких фрагментах выполнить что-то сложное, что вы не можете пока решиться, например, сделать в каком-то большом изделии. И вот меня иногда спрашивают, что я буду в ближайшее время осваивать и какие приемы, например. И у меня обычно даже нет ответа на это, потому что чаще всего я вяжу таким образом, как я уже умею. А то, что мне в ближайшее время нужно будет освоить, скорее всего, это связано с каким-то таким обстоятельством, что я не смогу каким-то традиционным, стандартным способом что-то выполнить. И в таких случаях у меня обычно нет запланированного какого-то освоения, каких-то приемов. Вот, кстати, поясок я сделала. Очень просто делать вот такой крученый жгутик. И мне это очень нравится, как выглядит. Посмотрим, может быть, я еще кисточки какие-то сделала или, может быть, так оставлю. В принципе, тоже хорошо. То есть это как раз для куклы Барби подчеркнуть ее изящную фигурку будет вообще отлично. Можно вот так вот даже чуть-чуть сделать. И признайтесь, зрительница, вы когда-нибудь для кукол вязали. Но еще, я думаю, покажу все-таки, как у меня дела обстоят с Рафией. Если быть честной, я уже тут столько расслаивала вот эту нить. То есть я обычно ее распрямляю и вяжу, чтобы она была такая более пушистая. Сейчас покажу. Вначале я распрямляла вот так нить и вязала из Рафии именно вот таким образом. А сейчас уже у меня, честно говоря, столько усилий прилагают для того, чтобы вязать. Очень плотное полотно. Мне уже в прошлых комментариях к видео писали, что Рафия и не бывает плотной. Что это, видимо, зависит от какого-то вида ее. Но это реально очень жестко. Как раз вот, в общем, имейте в виду, если вы будете заказывать что-то на Алиэкспресс, там будет, скорее всего, вот такое нечто деревянное прям полотно. Но я думаю, что эта вещь будет хорошо держать форму. А если я все-таки, если это все-таки будет у меня шляпа, то это мне как раз будет хорошо. Буду смотреть, потому что это вообще мое первое изделие из Рафии. И, кстати, в Инстаграме мне даже писали такой комментарий, что вязали тоже из Рафии именно с Алиэкспресс. И даже металлический крючок был сломан, потому что очень сильно нужно было прикладывать усилия и вязать. И я прям, знаете, честно говоря, верю в это. Я, конечно, еще ни разу не ломала металлических крючков, но я думаю, вот с таким полотном это вполне возможно. Так что буду смотреть. Возможно, это все-таки будет какое-то изделие, даже не шляпа. Я пока в раздумьях, но хочу попробовать хотя бы связать ее, посмотреть вообще, что будет. Из прошлого видео, конечно, особенно она и не продвинулась, потому что мне уже пришлось тут распустить часть, переделать. Я все не могу определиться с количеством прибавок в круге, потому что все-таки это такая индивидуальная вещь. Нужно рассчитывать под конкретное изделие. И вот стандартно, как я вяжу обычно круг, я делала обычно 4 прибавки через равные промежутки полотна. А здесь это полотно немного было каким-то неровным. Я стала делать 6 прибавок, и оно все равно как-то недостаточно, такое чувство, что оно немного по краям сгибается. Но я наслышана, что при отпаривании форма принимает Рафия вообще ту, которая нужна. Поэтому, возможно, я над этим сейчас не буду задумываться, а просто попробую связать. И главное, что меня останавливает, конечно, в том, чтобы делать и вязать, и вязать, и вязать, у меня нет ригелина, мне нужно его хотя бы пойти купить. Я уже посмотрела несколько способов, как его заправлять в изделия готовые, и термоусадочные трубки, и то, что можно расплавить над огнем свечки или какой-то зажигалки. В общем, надо еще подумать. У меня есть такой небольшой фрагмент, кстати, термоусадочные трубки. Возможно, она мне тоже пригодится, но я пока вообще не решилась еще взаимодействовать с этим всем. Главное мне купить ригелин для начала, потому что очень я хотела связать шляпу, но к этому пока еще не подготовилась. Вообще, мне кажется, шляпы перестали быть каким-то отпускным аксессуаром, а уже ее, в принципе, можно и в городе носить, ничего такого в этом нет. Это как-то придает какую-то особенную изюминку всему образу. Мне кажется, это может быть таким акцентом вообще в том, в чем вы одеты. Поэтому я в последнее время под большим впечатлением по поводу шляп и целых образов, которые можно создавать с помощью таких изделий. И поэтому обязательно довяжу ее. Ну, к осени-то к осени ничего страшного в этом нет. Еще, конечно, покажу кардиган. Он все еще гигантский. Так как он гигантский, конечно, работа идет не так быстро, как хотелось бы. Хотя, вы знаете, я вот смотрю и думаю, не связала ли я лишнего. Я что-то бывает под таким увлечением, когда смотрю ролики на YouTube, например, вяжу. И поэтому... Ой, я, по-моему, довязала одну полочку. Отлично. Вот, смотрите. Точно, практически довязала. То есть, вот, это все полотно впереди. Передняя часть и спинка тоже. А вторая полочка, соответственно, у меня. Надо все будет точно измерить, чтобы точно знать. Вот, а вторая еще довольно много вязать. Отлично. Я прям очень рада. Будет такой свободный-присвободный кардиган. Как раз осенью мне он и пригодится. Потому что, когда плюс 30, мне кажется, хочется просто себя все снять и ходить с минимумом одежды. Еще я сейчас, наверное, распущу вот эти мои заготовки. То есть, это то, что я показывала, когда рассказывала о ленте Мебиуса. Это отличный прием, который вам позволяет сделать такой шарф с необычной драпировкой. Это очень хороший вариант вообще изделия для того, кто хочет связать себе самый идеальный просто шарф. Я очень говорю, что долго искала какую-то вариацию снуда. Но у меня вообще ничего не получалось. Мне снуды очень не нравились. Как они сидят, как они драпируются. То есть, было сложно найти, видимо, свою форму и свою длину. И в итоге я связала очень объемный снуд спицами. Это были 10 миллиметров. Причем бывает такое, что снуды и шарфы я вяжу более свободно, чем сами шапки. Потому что шапка в любом случае нужна, непродуваемая. А на шарф или на снуд, как всегда, остается не так много нити. Хотя, знаете, в последнее время я склоняюсь к тому, что нужно на шарф или полноценный какой-то снуд выделять прям такое довольно большое количество пряжи. Потому что это то, как вообще весь будет образ в целом выглядеть. То есть, с этой шапкой должен быть хороший, например, какой-то снуд или шарф. То есть, нельзя, я думаю, делать из каких-то остатков. Мне вообще вот это не могу понять, когда говорят, что там связала шарф из остатков. Какие же это должны быть остатки? Узкие какие-то шарфики, которые выглядят, как какие-то микроаксессуары. Сейчас, по-моему, не особенно вообще востребованы. Поэтому все-таки я в последнее время вообще действую определенным образом. Если я вяжу такие комплекты, хотя они сейчас тоже вроде бы то ли в тренде, то ли не в тренде, но нам, в принципе, с вами без разницы. Мы, например, делаем так, как мы хотим. То есть, я покупаю довольно много пряжи и первым делом я свяжу, например, шапку. А все, что останется полностью, я из этого всего и буду вязать шарф. То есть, сколько осталось, такой шарф и будет. Мне кажется, удобнее все-таки шарфы довольно объемные и большого размера, которые можно завязать различными способами. У меня есть такой гигантский серый шарф из буклированной альпаки. Я проходила в нем всю зиму в самые-самые холода. Он такого серого цвета, поэтому вообще универсальная вещь. И насколько греет альпака, я, честно, была удивлена, потому что мне не приходилось еще работать именно с такой пряжей. И вот эта альпака, альпака, как там ее называют, не знаю, я почему-то все равно говорю упрямо очень альпака. И вот эта пряжа, конечно, для шарфа просто идеально подошла. Я читала такие отзывы, что говорят, что из альпаки именно такие вещи плечевые, в них довольно жарко. А вот для шарфа, я думаю, это прям отличная вещь. Тем более, когда начинает холодать, очень хочется утеплиться. Ну и по традиции я уже, получается, наверное, с декабря провожу регулярно стримы. Сначала я делала их каждые две недели. Теперь я чередую тематические стримы со стримами на такую свободную тему. Мы обсуждаем то, что интересно вам. И мне тоже это нравится, потому что всегда темы очень такие злободневные. К прошлому видео на свободную такую тему, где мы с вами говорили об аутентичности, к этому видео было тоже очень много комментариев к этому стриму. И вы знаете, хотя я точно понимаю, что зрители у меня из разных стран, и живут они и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, и в России. И, конечно, подавляющая часть зрителей. Но в эти моменты понимаешь, что мы совершенно с вами примерно в одинаковых условиях находимся. И если иногда кажется, что в Европе ситуация немного иная вообще по отношению к женщинам, например, к женскому труду, к женским обязанностям, становится понятно, когда читаешь вот эти комментарии, что примерно одинаковые вопросы и сложности возникают в жизни у всех женщин, где бы они ни жили. Я не очень люблю какие-то высказывания про феминизм, потому что я сама довольно с сомнением отношусь к этой идее, потому что мы в любом случае не можем быть равны совершенно с мужчинами, потому что у нас, во-первых, совершенно разные физиологии. Исходя из этой же физиологии, мы, например, женщины, никогда не сможем воевать. Мы никогда не сможем прилагать больше физических усилий для того, чтобы что-то сделать. Мы все равно более слабые в любом случае физически. И самое важное, что может сделать, наверное, каждая женщина, это понять для себя, чего же она хочет. Хотя есть очень много навязанных стереотипов в обществе в целом, что нужно там выучиться, выйти замуж, создать семью, еще что-то. Но в любом случае для всех одного рецепта существовать не может. Об этом мы на прямом эфире и разговаривали. И очень приятно осознавать, что столько единомышленников вокруг, и сколько людей на самом деле тебя поддерживают и понимают. Потому что зачастую, мне кажется, очень сложно понять и принять ту ситуацию, что человек сам отвечает за свою собственную жизнь. И даже что-то женщина, что-то мужчина. Это в любом случае так. Если ты сам не будешь понимать ценность своей собственной жизни, и ты не будешь делать то, что ты сам хочешь, то тогда ты успехов никаких, в принципе, не добьешься. Если ты не знаешь, куда ты держишь путь, ни один ветер для тебя не будет попутным. Это выражение в свое время тоже для меня было очень полезным. Но очень многие вещи все равно понимаешь уже, когда становишься совершенно взрослым человеком. Поэтому мне очень сложно понять, когда женщины жертвуют буквально-таки собой ради семьи, например. Мне это непонятно. И особенно, когда они эту жертву предъявляют всем окружающим. И говорят, что они многим пожертвовали для того, чтобы, например, воспитать детей, или содержать дом, или помогать делать что-то по хозяйству, кормить, например, всю семью. То есть, когда они якобы отказались от своей мечты и стали заниматься только домом. Я думаю, это на самом деле самообман, потому что на самом деле эти люди вряд ли хотели что-то делать. Возможно, это какая-то инфантильная позиция, когда женщина отдает все в руки своему мужу, и чтобы он полностью финансово, допустим, обеспечивал семью. Никогда нельзя забывать о себе самой, потому что вы сами для себя самая большая ценность. И ни один человек не сможет вас никогда заменить, потому что вы на самом деле уникальны. И то, как женщины зачастую машут на себя рукой и не обращают вообще внимания на свои потребности, что приводит к жестким таким депрессиям, когда отношения, например, с мужем могут прийти к разладу, и когда женщина концентрируется на детях, это тоже ненормальная вообще, ненормальная ситуация. То есть, эта женщина перестала, к сожалению, слышать себя. Поэтому в этот конкретный момент я хочу вам сказать, подумайте о себе. Это вам всегда будет идти только на пользу. У меня за последнее время было несколько таких бесед с женщинами, которые тоже очень сильно устают дома, очень сильно устают на работе, у них очень много обязанностей, и они совершенно не знают, что делать дальше. Получается, что они видят перед собой какой-то замкнутый круг. Работа, дом, обязанности и все. А сил вообще никаких нет. И в этот момент я обычно задаю всем им очень простой вопрос. Я говорю, а что ты сама-то хочешь? И в этот момент человек вообще даже не понимает, что ответить. Потому что на фоне такой усталости, стольких обязанностей, стольких дел, человек вообще перестает думать или чувствовать, что же он сам действительно хочет. А это ведь самый ключевой момент. Пока вы сами что-то не захотите, вы не сможете в себе даже концентрировать какую-то энергию для того, чтобы это сделать. То есть для того, чтобы хотя бы осознать свои какие-то желания, нужно хотя бы чуть-чуть отдохнуть и подумать в первую очередь о себе. Понять, что вы сами центр вашей собственной вселенной. А все остальное, муж, дети, семья, родственники, это все должно выстраиваться на такую орбиту вокруг вас. То есть вы то самое солнце, а вокруг вас движутся эти планеты и ваши какие-то спутники, например, ваш супруг. Это очень интересная мысль. И когда я вообще впервые об этом услышала, я тоже была потрясена. Мне казалось, что как же так? Нужно же, например, если ты замужем, нужно все делать для своего мужа. Нужно стараться приходить к какому-то компромиссу. И в этот момент я поняла, что это тоже невозможно. Потому что если вы будете приходить к компромиссу, вы полностью ущемите свои собственные интересы. А в этом уже ничего хорошего для вас не будет. А когда вы делаете именно то, что вы сами хотите, и вы сотрудничаете с теми, кто вокруг вас, вы вместе идете к каким-то целям, то удовлетворены будут все. Поэтому если у мамы дома все хорошо, то и у мужа, и у детей тоже все прекрасно. А зачастую вашим близким нужна только очень счастливая мама или женщина. Что вы об этом думаете, напишите в комментариях. Ну что, минутка философии закончилась. Возможно, вы со мной согласны, возможно, нет. Напишите. Я думаю, что, конечно, у всех разные ситуации совершенно. Возможно, кому-то даже очень нравится быть дома, находиться все время с детьми. Возможно, если, например, это там трое даже детей, то это, в принципе, физически невозможно вам куда-то уйти, заниматься чем-то, кроме того, чтобы быть дома. У всех, конечно, разные ситуации. Но я просто описала, в общем, то, как я это вижу для себя. Ну, а если это видео было вам полезно, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик к себе. Всем удачи, побольше вдохновения. И всем пока. До встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok